Эй, ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWare, с вами снова Джо, и мы продолжаем с того же места, на котором мы остановились в прошлом эпизоде. У нас два заключенных, один из которых, в принципе, неплох, может стать нашим основным строителем, и один крайне плох, и еще мы ему там левое предплечье, почку отстрелили, и, возможно, на нем, кстати, можно потренироваться. Ногу, стопу, эээ, из дерева можно сделать только ногу или стопу, я думал, можно сделать ему, типа, предплечье там, а, можно сделать кисть, давайте сделаем ему левую деревянную кисть, пусть, пусть тренируется, а что у нас портится? Да, наверное, плевать сейчас. Уфа. У меня есть хорошая идея, чем ты занимаешься? Зачем ты подбираешь пимикан? Ты его собираешь, потом носишь на могилы? Ты че, вообще дурной? Невозможно добить, невозможно устроить деревянную кисть, нужны материалы. А, а че тебе нужно? А что нужно? Медицина 3, 2 медикамента, 1 древесина. Так, в чем проблема? А, у меня нет, наверное, двух... А, у меня только продвинутый медикамент. Я бы не хотел тратить их на... Вы поняли. А правая почка уничтожена, а мы можем ее изъять? Правая, левая, легкая. Печень. Я думаю, нам нужно дополнить и изъять еще левая, правая, легкая. Коэффициент успеха 120%. А, уфа? Почему ты не можешь заниматься ничем? Блин, самое интересное из-за тебя пропускаем. И только ходишь на могилы, там, пимикан носишь. Дурачок. Ты понимаешь, что это не вернет их? Понимаешь, что это их не вернет? А, действительно, то, чем нужно заниматься, это работать над стеной из мрамора. Вот это важно. А то, что ты там ходишь медитировать, это не важно. И у него смертельная болезнь, да, из-за того, что мы ему там отстрелили почки, предплечья. Он может ходить? Он же не может ходить, да, наверное? Раздроблено. Раздроблено. Мы его вернем и улучшим немного отношения обратно. Черт, да кто же знал, что это один и тот же клан? Я думал, что это другие поселенцы на самом деле. Южная великая нация. Мы были с ними в нейтралитете. Надо же было все обосрать. Как у тебя настроение? Сложность вербовки 67, шанс вербовки 38%. Ну мы подняли психологическое сопротивление 18.1. Высоковато, но у Квины навык прокачивается. Пусть улучшает свой навык общения. У нее 8. Он не очень-то будет качаться, но хотя бы до 9 сможет бустануть. Уф, а наконец-то делает дела. Отлично. Просто супер. Уф, а? Ладно, иди поешь. А? Спасибо. Он на 14% без лекарств себя хилит уже. Дядька реально развивается. У него пятерка в медицине. До 17,5. 6 пунктов. Не очень даже неплохой результат. Еще, наверное, нам плюсует то, что в принципе не такие уж негативные отношения с Квиной. Наверное, это не самое плохое. Уфа. А ты можешь... Так, а что у ястреба, кстати, по предметам? Я понял. Ничего важного. И тут тоже. Спасибо за мрамор. Ребята, кстати, смотрю, возвратились немного. Просторный интерьер, посещение похорон, роскошный комфорт, раскаяние. Это очень сильно плюсует. Вена 26 дней. 12 дней еще по опионе, скорбь. Болезнь явно не пройдет. Нам точно нужно пересаживать желудок. Но для этого нам нужен еще второй медик. Потому что, ну, изъять у себя он не сможет желудок, как минимум. Я подозреваю. Я подозреваю. Ох, уфа, уфа. Как же так случилось, что ты себе кишечных паразитов заработал? Ну, слушайте, у нас почти готовая стена. Я бы хотел, наверное, вырубить и вот это, и вот это. Заделать здесь проход, чтобы враги заходили отсюда. Здесь сделать длинный коридор. И отстреливать врагов напрямую. Потом они будут проходить дальше. Здесь через амбразуру опять их отстреливать. И через такую паутинку их гонять. В принципе, страта рабочая против первых рейдов, наверное, очень даже. У нас просто здесь передовые медикаменты в размере пяти штук на улице портятся. Вы что, сдурели? А, мне нравится, что она кормит не... А у нас нет еды, потому что. Уфа. А, нет, давай ты приготовишь еду. И поешь нормальную еду. Нет, давай ты пойдешь съешь, а потом ты будешь заниматься готовкой. Спасибо. Явно с приоритетами что-то не то, но... Семь в кулинарии. Я сейчас вот с этим точно не хочу заниматься, развлекаться. Мне нужно, чтобы были построены стены. Это очень важно. Строительство на первом уровне. Готовка на втором. То есть, как бы, все не так плохо. Он должен строить стены из мрамора. А потом готовить в свободное время. Здесь, кстати, наверное, и... Не, не, здесь в любом случае надо будет сделать дверь. Наверное, не. Я гоню. Дверь надо будет сделать где-то здесь. Потому что вот здесь будет перегородка двойная. А здесь будет вход в больничку. И здесь можно будет сразу выходить и затаскивать пациентов с ближайшей двери. Минимальный бэк-трек. А как только закончишь, разделывай, пожалуйста, все-таки туши. Ты давно этого не делал. Спасибо. Все. У нас теперь есть огромное количество мяса, ко всему прочему. Нужно место для медитации. Тебе что еще надо? Просто сделаем в каждой комнате. Вообще не важно. Как у тебя дела? Ну, восстанавливается потихоньку. Сознание 10%. Восстанавливается. Я думаю, восстановится. Как только придет сознание, он должен начать передвигаться. Потому что раздробленное предплечье должно влиять только лишь на работу. На передвижение не должно. И как только он встанет на ноги, мы его выпендрим отсюда. К чертовой матери. С бароном 16.9. Барой. Как барон. Барон это собачка. Это, блядь, счастливый месть. Барой. Женщина. У нее, кстати, день рождения был, пока она у нас в плену находилась. Так, уфа. Чем занимаешься? Отличная работа. Расслабляйся. Просто красавчик. Потом ты идешь, ешь простое блюдо. А потом, строй, пожалуйста, вот эти стены. Я тебя прошу. Ястреб-шаман снова может ходить. Отлично. Сейчас уфа доделает стены. Блядь, я хотел... Я хотел здесь сделать крутую такую закругленную типа стену. Из-за того, что здесь болото, здесь нельзя строиться. Только из дерева. А, уфа. А, подожди. Квина выкидывает, что ли, его? А, ладно. Пока... Прости, что мы отстрелили тебе левое предплечье, правую почку. Все тело у тебя теряет кровь. Левая нога шрамирована от пули и кучи огнестрельных ранений. Извини. С 82 до 70. Ну... Ну, это прогресс. Это прогресс в любом случае. Это прогресс в лучшую сторону. Так, чем вы там занимаетесь? А, Квина делает мраморные блоки. Так. Давайте сделаем вот что. У нас есть достаточно дерева. Давайте мы сюда перенесем комнату пленника. Еще одну теперь сделаем. И после того, как она будет готова, мы сможем расширить склад еще настолько и настолько. Не настолько сильно, как хотелось бы, потому что вот здесь все красное и здесь нельзя. Но мы можем расширить настолько. Здесь плюс два блока. Еще двоечка здесь. Это неплохо. А это неплохо, безусловно. Сейчас сезон роста. А что там по росту? 61% дымолист. Он сейчас не столько нам нужен, но... Я не против того, чтобы на складе было немного косячков. Опа. Налет. Кто? Враждебные пираты из фракции Артель Тоски расположились поблизости. Противник нападает незамедлительно. Два противника. У одного ручной пулемет. По вещам. Пехотный шлем. Композитный бронежилет. Рюкзак. Поезд дымзавеса. Бронештаны. У них медикаментов немного с собой есть. Второй просто голый бомж. Первым делом надо отстрелить Ника с оружием дальнего боя. У него почему-то дизмораль от этого. Ненавижу бить издалека, предпочитаю полный контакт. А, он милишник. Что у него по скинам? По скилам. Он не может переносить и не может заниматься квалифицированной работой. Отстойный вариант. Храбрый драчун. Чуткое сердце. Обладает большим сердцем и с легкостью поддается сильным эмоциям. Он любит помогать другим людям и не выносит насилия и несправедливости. Он легче поддается негативному влиянию. Не. Не. У него крутые скиллы. Горное дело. Умственный труд. Животноводство. Блин, на самом деле он крутой. Но вот. То, что он поддается плохому влиянию. Но он сова. А, он старый. 44 года. У него движение 70, работа 90%, слух 50%. У него тревожность. А это значит еще больше будет влиять на его негативное настроение. У него потеря слуха на оба уха и больная спина. На. На, на, на. На, дуд. На. Так, давайте, ребят. Квина, ты затащила свои там вещи. Они будут заходить отсюда. Да? Да, потому что вариантов других нет. То есть они сейчас пойдут и будут заходить из этого входа. Мы можем встать здесь. Ему так или иначе придется выйти, потому что здесь... Не знаю, угол обзора дает возможности лет. Мы просто подождем рядом с дверью. И, Уфа, давай кушай. Отлично. И иди сюда. И они сейчас зайдут отсюда. Подождем специально, чтобы они прошли чуть дальше. И высунемся нашими бойцами. Чтобы они просто не стояли здесь за укрытием. Ну, один из них. Нам главное убить Ника в первую очередь. Как только преодолеет... Все. Можно. Квина, идешь сюда. Уфа, идешь сюда. У него дальность тоже безумная. Потому что у него точно такое же оружие, как у нас. О, отлично. Он убил своего товарища. А Уфа добил его случайно. Кайф. Он начинает передвигаться. Еще разок ранения. По здоровью у него все в порядке. Квина, почему-то прячешься. Просто ПВП всего... Всей жизни. У него всего лишь ушиб. Он в голову получил. Но у него там безумно крутой шлем. На самом деле. Ну, не безумно, но достаточно клевый. Так, он перезаряжается. И сейчас самое время. Так, давайте мы переведем вас на стрельбу очередью. Перезарядись. Перейди на очередь. Возможно, ты будешь стрелять чуть точнее. Так, Квина, давай. Пока он перезаряжается. У него еще ушиб по торсу. А, как Квина-то была ранена. О, вот сейчас ему хорошо прошло. У нас, видимо, настолько деградировала здесь стена, что Квина была ранена сквозь нее. У нее кровотечение с левой ноги 13 часов. А что у нашего противника? Кровотечение 18 часов. Квина, ты можешь лечить хоть немного? Ты сможешь залатать свою ногу? Персоны. Ну и единица. Ну, в принципе... Квина, иди сюда, пожалуйста. Так, лечить себя... По-моему, она не назначена на то, чтобы лечить себя, да. Можешь полечить себя? Я понимаю, что это не лучший уровень лечения будет, но все же. Я не вижу надписи «Лечить себя». А, она не назначена лечить, точно, точно, точно. А назначить как врач, минимальный. Лечить себя. Он там потихоньку истекает кровью, но я бы хотел, чтобы... Попробуй одиночными. Крутой перст, на самом деле, я бы... Я был бы не против его завербовать. Так, Квина залечила свою рану. И я не против, чтобы она еще раз подвалилась сюда повоевать. Сколько у него патронов в обойме? А, я не могу, к сожалению, посмотреть. Но, Квина, мне нужно, чтобы ты это сделала. Это... Это опасное мероприятие, но... Квина, блядь, дебилка! Иди сюда! Все, встань здесь. Есть! Фак! Мы живы. А, Уфа... Сколько у него? 16 часов! Полно времени. А, Уфа... Захватить Квина. Перенести медикаменты. А потом... Еще перенести ручной пулемет. А, Уфа... А, Уфа, как только ты его захватишь, похоронив вот этого товарища, который вообще случайно сдох. Просто бежал. И мне кажется, его убил его же тиммейт, да? Можно посмотреть? Огнестрельное ранение. Ник дырявит левое легкое. Ха-ха-ха-ха. О, черт. Он тоже потерял печень левое легкое. А, Уфа, ты, конечно, молодец. Но вообще-то я сказал захватить. А Квине таскать мусор. Нож, копье это нам не очень надо. А, тогда Квина похорони, пожалуйста. Нужно лечение к кому? А, а ты уже лечишь. И раздень его, пожалуйста. Так, можешь... Блин, он на него наблевал еще. Я смотрю на то, как они там аппетитно свою неаппетитную еду кушают и... Мне тоже безумно есть как... Еще один налет! Враждебные чужеземцы из фракции партия Хайбиум. Расположились поблизости у противника. Уйдет какое-то время на подготовку перед атакой. Акатой. Приготовьтесь к обороне или нанесите упреждающий удар. Два противника с очень близкой Рэнджой. Че, по скиллам? Медицина 8. Непонятый товарец. Искусство плюс 2. Настроение минус 8. Делает доступными видами медитации одержимость. Красота. Плюс 1. Дальний бой девяточка. Это мог бы быть неплохой запасной медик. Или даже основной медик вместо Уфа. Он бы мог провести операцию на Уфе. И пересадить ему желудок от другого персонажа. Слабая конституция. Скорость выработки иммунитета на минус 25%. Чувствительность к токсинам плюс 50. Трансгуманист. Это все понятно. Не может заниматься умственной работой или уборкой. Общение 10. Медицина 8. Еще один медик. Дальний бой. Ближний бой. С хорошими показателями. Ну, все остальное среднее. Если кто-то из них выживет, то неплохо. Неплохо. Нам нужно будет сделать еще одну тюремную камеру тогда. А, мы сможем поставить бараки. Мы можем сделать здесь еще. Ты молодец, Уфа, что убираешься. Я тобой горжусь. Это ты молодец. Как твое здоровье? Так, тебе все залечили и никаких шрамов не осталось. Отлично. Подожди. У него же были другие скиллы, по-моему. Нет? А, он не может заниматься квалифицированной работой и переноской. Но зато он неплох в общении, в животноводстве, в ближнем бою. Ну, он не очень-то крутой, на самом деле. Он не очень-то крутой. Но броню мы с него заберем. Давайте его выпустим. Зачем он нам нужен? 175 сантиметров. Мы можем вырезать его желудок, да? Я начал мыслить, как настоящий специалист тримворлда. Мы у любого можем изъять органы. Мы можем извлечь его желудок, да? Печень, правая почка, левое сердце. А, подожди, мы не можем изъять у него желудок? Мы можем удалить желудок у уфа, тем не менее. А почему? Да ладно, я хотел просто здоровый положить в холодильник и при первой же возможности его пересадить. Не, мы можем удалить его только у уфа. Удалить часть тела. Лады. Ну, это, скорее всего, прикончит его. Возможно, это прокачивается, да? Типа органы, что-нибудь. Искусственный обмен веществ. Да, вот, наверное, здесь. Бионические органы. Обрабатывать пищу безопаснее и эффективнее. Лечебные процессы. Ну-ка. Лечебные процессы. Здесь чё? Бионики, которые усиливают естественные процессы заживления. Эээ. Короче, очень-очень далеко до искусственного обмена веществ. Нужно... Чё-чё-чё? Мультианализаторы. Короче, здесь просто безумно длинный путь. Я понял. Ник снова может ходить. Квина, как у тебя? Всё нормально. Левая нога заживает. Отличная работа. Как только отдохнёшь... Эээ... Наверное... Наверное, нет. Ты помедитируй. Полечи Ника ещё раз, чтобы поднять чуть-чуть уровень. Противники где там? Они ещё думают. Они ещё думают. Они всё равно в любом случае будут идти с этой стороны. И мы их точно так же встретим в дверях. Так, они... Они пошли на штурм. Квина, я надеюсь, выспится к тому моменту. 86% Уфа, сейчас не самое лучшее время. У них ближние дистанции оружия, да? Уфа, теперь ты идёшь... Впереди займёшь позицию, а Квина пойдёт чуть подальше. И всё должно пройти неплохо. Так, Уфа уже может начинать вести бой, потому что... У нас есть запас времени. Минус. Они всё ещё могут убить второго противника. Пока он тупит. Он, кстати, решает пройти через эту территорию. 7 часов. 13 часов. У-у-у. Сколько у тебя? 6 часов. Мы можем завербовать обоих, на самом деле. Ну, или можем начать вербовать обоих. Так. Уфа, успокойся, перестань стрелять. Квина, отпусти Ника. Уфа, да, поешь. У нас ещё полно времени. Наверное, мы заделаем... Не очень хорошо делать одну... Один общий барак. Бараки. Мебель. Подожди, подожди. Но... Временное спальное тюремное место можно сделать. Ещё одно. Да, Уфа, поешь, пожалуйста. У тебя должен быть подъём настроения. Ты же видел, как убили ещё одного человека. Так, Уфа. Захвати. Это что-то, у которого быстрее, да? Смерть. 5 часов? Да. А Квина, что делаешь? Забей на перезарядку. Захвати Сэми. Мы заберём ваше оружие. Обязательно перенесём серебро. Э, Луки, это всё плевать. Это всё сейчас вообще до фонаря. Огнестрельное лучше забрать. На случай, если подойдут противники... С... Без дальнего оружия, чтобы они не подняли случайно с земли. Лук. Лук. Дальнобойное оружие, но очень медленное. Спасибо, ребята. Вы отлично справляетесь. У него железа твёрдой кожи. Я не знаю, что это такое. Сэми... А, они оба остались без шрамов, кстати. И это были бы неплохие поселенцы. Это были бы неплохие поселенцы. Один неплохой защитник. Они оба неплохие врачи с восьмёркой. Суфу можно было бы снять медицину вообще на данный момент. Они также могли бы защищать. 9. Дальний бой. Они были бы неплохими защитниками. Там какой-то мега ураган на улице опять начался. Я надеюсь, Уфа начнёт... Так, риск серьёзного нервного срыва. Уфа почему? Отказ со стороны Квины. Ах она, сучка такая. Покушай, иди спать. Как проснёшься, строй ещё одну тюрягу. Так, мы будем вербовать партия Хайбиум. Это кто такие? Это ж пираты, да? А нет, это не пираты. Воинственный союз чужеземцев. Не, мы будем вербовать обоих. 20. 26. 15. Долго. Долго. У неё поднимается желание... Сбежать. Нет места на складе. Я... I know. I know. А ты можешь починкой заниматься? Нет, ты не чинишь, да? Нам точно надо отправить Квину торговать. Она сейчас ранена. 95 движения. И у нас нет еды ещё готовой, чтобы ей с собой дать. Но её однозначно надо отправить, чтобы она вот это всё продала. Но... Всё на одном Уфе оставить сейчас тоже, как бы, вариант такой себе. Мне надо, чтобы Уфа перестал страдать хернёй. Чтобы он проснулся, готовил. Потом поел приготовленную пищу. Построил тюремную хату. И всё будет неплохо. Вею ещё 23 дня. А пиона ещё 9 дней. Квина. Рига 3,5 дня. У неё скоро уже пройдёт самый большой дебаф. Подожди, а почему ты не поела? Сейчас Уфа приготовит и поешь. Сломался кондей. Работает? Минус 4. Внутри. Почему не охлаждает? А, всё, охлаждает. Риск нервного срыва, да без проблем. Группа путешественников проходит мимо. Как ты получил пищевое отравление? У тебя же огромный уровень готовки. Ты что, тупой? Квина, что делаешь? Квина отдыхает. Нормально. Теперь у тебя кишечные черви и пищевое отравление. Которое ещё добавляет боли. И голода. То есть ты вообще только есть будешь, да? Мне надо, чтобы ты помедитировал и пошёл готовить еду. О, чёрт. У тебя же поднимается настроение. Да, у тебя энтузиазм, когда ты вообще хоть что-то делаешь. Делаешь что-нибудь. Квина отличную работу проводит. Смотри, она их прям... Сэми снова может ходить. У нас дым-лист. О, у нас лечебный корень наконец-то вырос свой. Уфа себя чувствует просто ужасно. Мне так больно смотреть на Уфу. Я не знаю, можешь собрать... Вот эти три штуки. И... Я даже не знаю. Пусть скрутит косяки. Пусть он бахнет. Потому что иначе... Иначе будет неловко. Так. Производство. Рабочее место. Скрутить косяк дыма-листа. Чё там надо? Подожди. А, типа шестнадцать травы и сделает четыре косяка. Нормально. И заодно качнёшь навык. У тебя вроде как... К ремеслу предрасположенность. Ну или горячий интерес. Уфа, хватит блевать. Я тебя умоляю. Я, понимаете, очень плохо. Он отрубился ещё, к тому же. А, Квина, спасти Уфу. И покорми его. Можешь почистить эту комнату и доделать, пожалуйста. Я понимаю, что ты тоже очень хочешь кушать. Ай, как это сложно. Уфа совсем всё плохо, да? Недоедание незначительно. Но у него еда сгорает там вообще просто с бешеной скоростью. О, он ещё вырубился, засранец. Я надеюсь, она успеет сделать дыма-лист. И мы сможем косячок уфидать для подъёма настроения. И вообще сделать так, чтобы они, не знаю, раз в пару дней пыхали. Наверное, вот так. Процедуры назначить дыма-лист Квина. Скури сама. Он не может ходить ещё, к тому же пока. Болезненное пищевое отравление. Он вообще просто страдает безумно. Артель, Тоски и Чёрный Доминион заключили мирный договор. Задание доступно. Убежище для друга. Верховный советник Мелисса Арчер, лидер фракции Западный Альянс, просит о подолжении. Её подруга Мария Бургерс интересуется изучением других культур. Хочет, чтобы вы приняли её у себя на 25 дней. Не будет работать. Коленный шип? Щип? Щип? Что такое щип? В потайном отсеке спереди колена. Выдвигается быстро и бесшумно. Позволяет наносить сопернику сокрушительный... Мы можем... У нас есть 5 дней на решение. Пока... Пока не до этого. Квина, почему ты не можешь... Не назначен, чтобы проводить операции. Опирейтинг. Где опирейтинг? Это опирейтинг? Окей. Она отдохнёт. Накурит косяком уфу. Это облегчит ему боль. Паранойя с Эмми. Отлично. Отлично. Квина, скорее просыпайся. Без тебя всё рушится. Блин, надо косяки-то принимать. Не в то время, когда они спать ложатся. Потому что теряется смысл. Так, давайте посмотрим сразу на назначение по приёму препаратов. Косяк дыма листа для подъёма настроения. Частота... Как настроить? Подожди. По расписанию. Каждые 2 дня. Только если настроение ниже 30%. Квина, иди проводи. Всё, некогда. Больше спать нет времени. Это должно уфе облегчить чуть-чуть жизнь. А ты можешь лечить? Полечи его кишечных червей. Всё равно как бы там... 9,6. Даже не так плохо, как могло бы быть. Дымолист помогает. Однозначно. Квина, поешь, и тебе нужно заняться паранойой Ника. Вы чё, гоните? У вас какая-то одинаковая проблема с башкой, что ли, беды? Какая у вас паранойя у одного и у второго? Вы чё, гоните? Ну, вообще из-за того, что у них барак здесь. Сто пудово. А у этого вообще просто какая-то мега... Мега ужасная комната. Поэтому он в плохом настроении. Безусловно. Я с этим даже не спорю. Ах, квина. Всё на тебе держится, понимаешь? Уфи нужно ещё чуть-чуть времени. Максимум 10. Сколько ещё будет длиться? Дымолист точно помогает. О, как это тяжело. Он ещё перевешен. А, ну это потому, что он в бессознательном состоянии. Точно. Квина. Отлично. Ты просто большая молодец. Я попрошу... Ой, не-не-не-не-не. Перенеси рис. Перенеси вот это. И вот это. И потом можешь идти спать. Не засеивайте. Перенеси. 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 Блядь, я что? Тупой совсем. Перенести. Вот это перенести. Она не может переносить? Что за хрень? Нет назначенного места для хранения. Ну давай сюда будем переносить. Давай здесь настроим сейчас. Дымолист. Наркотики. Косяк дымолиста. В смысле я назначил сюда? Ну ты ж гонишь. Косяк дымолиста. Что еще надо-то? Листья дымолиста. Достаточно. Этого хватит? Все. Перенеси сюда. Спасибо. Ты это за один раз, наверное, все можешь утащить. И иди спать. Спасибо. Голод у кого? Так и поешь. И поговори. Это поднимет тебе чуть-чуть настроение. Покорми уху. У тебя нет времени отдыхать вообще, ты понимаешь? Вот бы сейчас Барои согласилась присоединиться. У нее цена выросла, кстати. 13.6. Еще достаточно высокий уровень сопротивления. Так, Ника вроде отпустила чуть-чуть. Нам нужно расширять склад. О, черт. Потому что уже броня начала здесь складываться. Оружие здесь. Вон ручной пулемет валяется. Я бы хотел, чтобы Уфа пришел все-таки в себя. Ступор чуть-чуть осталось, да? Подожди, она тебя что-то не покормила? А, нет, у тебя сытость нормально. Сейчас ступор закончится и погнали. Давай. Все. Прошел? Нет? Сколько он будет длиться-то? Я не могу. Состояние психического шока, при котором теряется всякая диспособность. Жертва падает практически без сознания. Ты можешь перестать это делать? О, черт. У нас закончилась готовая еда. Придется кормить их мусором. У Квины припадок. Да ты что гонишь? А еще и обжорство. Она сейчас сожрет все мясо. Она сейчас отравится же. Она реально сожрала там 200 кусков мяса. Ты что, конч? Там люди гибнут, понимаешь? Ты можешь перестать мою еду есть? Я тебя умоляю. Господи. С чего у нее-то припадок случился? Она вообще там нормальная. Умиротворение у мужчин. Прекрасно. Только он у меня в коме лежит сейчас. Вместо того, чтобы его кормить, ты сожрала все мясо. Я думаю, зубра надо забить. Копье безумия. Ох, нихрена там молнии фигачат. Ты можешь перестанешь жрать всю нашу еду, сволочь. Копье безумия надо продать. Точно нужно снарядить караван и продать кучу этого мусора. Вот эти всякие шмотки. Ткань можно продать. Кожу можно оставить. Ты, может, успокоишься? У тебя уфа умирает. Ты сечешь? Он гибнет, понимаешь? Люди погибают. Сколько она жрать будет? Все, она успокоилась наконец-то. О, черт. А ты умеешь готовить хоть немного? Ноль кулинарии, она еще и бесполезна. Вау. Ох. Ох. А строить? Мне нужно, чтобы хоть какая-то польза от тебя была. Помимо того, что ты просто кормишь всех. Мало пищи. Конечно, мало пищи. Ты сожрала все. Так, можешь собрать вот эту область? У нас хотя бы немного будет еще риса. Ты молодец. Я вообще тобой горжусь. Ты можешь переносить за собой, а не как чмо поступать? А когда ступор-то пройдет? У него еще кишечные черви. Рандомный Рэнди, наверное, давненько не был так жесток ко мне. У Квины прекрасное настроение. Она сейчас забудет еще про любовника Рига и вообще нормально будет себя чувствовать некоторое время. Она ослушалась параноидального бреда от Сэми, но это не так страшно. А что у нее со здоровьем? Шрам от укуса? Ну, это болит. Это болит. Слов нет. Давайте просто копируем настройки и установить настройки. Пусть сюда складывают все дерьмо лишнее. Вот это. Вот это. Да, вот это все надо перенести. Вот это все надо перенести. Квина, это все на тебе. Сырой пищей это, конечно, яйкс. А, подожди, а из них кто-то умеет готовить? Я же могу их заставить готовить. Да? А, кулинарщик. Мы можем построить, наверное, костер у них в комнате. И пусть готовят. О, здесь еще один пулемет ручной Хренеть, сколько у нас оружия У нас столько поселенцев нет, сколько у нас оружия Колонистов, прошу прощения Я думаю, да, давайте зафигачим здесь костер Плевать, что он повлияет на температуру Так, подожди, что здесь было? А, здесь типа в углу жарко Плевать вообще А, Квина Давай ты будешь строить чуть-чуть Прям девяточка, чтобы я просто мог тебя насильно заставить готовить Плевать, что это все лежит на улице и будет портиться Это прям вот до фонаря, абсолютно Молчаливые капибары Верховный советник, это единственный наш друг, я так понял Просит об одолжении Она хочет, чтобы на 19 дней приютили двух капибар За медикаменты, серебро, гиперткань Не, нет Это очень отвратительно сырой едой кормить всех поселенцев Но, к сожалению, Квина в этом вопросе бесполезна абсолютно А, куда ты идешь? А Потом построй костер, пожалуйста И все, у нее подъем настроения, да? Так, и мне нужно теперь, чтобы Режим дня Нет Пленник Work and Recruit Готовка Повар И режим дня Для заключенных Пусть готовит Пусть готовит пищу Положить на пол Сделать Бесконечно И здесь сделаем сейчас маленькую Область Временную Для еды Разрешите нилье Сейчас Сперва отменим вообще все Сучка такая Отменяем все Разрешить свежее Продовольствие Что у нас там? Кукуруза Рис Максимального приоритета Эквина Инвентарь полон Невозможно объединять И теперь у нее Припадок Вы что гоните? Теперь у нее Паранойя Мне надо, чтобы Ты готовила Черт Как у уфа дела Все еще ступор Сознание минус 5 Прирост голода Плюс 50 По-моему вообще ничего не меняется Он как находится В своем коматозе Так и находится Плечи Можешь пожалуйста Убраться в этой комнате И вот в этой Мне неловко Просить тебя делать все Но у меня нет выбора Уфа вернулся к жизни Охренеть Уфа Готовь Вот это можно убрать Квина Как закончишь Чистить эту комнату Уфа вернулся к жизни Черт возьми Как закончишь Засей всю эту территорию Я тебя прошу Вот это можно убрать Фух Ё-моё Мы возвращаемся к жизни Уфа на месте Фух Это было реально страшно Уфа вернулся Мне надо чтобы он сейчас засел И Ну у нас есть немного еды Я бы хотел больше Мне жаль Но это нужно сделать Поселенец Поселенец не назначен работать с животными Мы сейчас это исправим уфа с животными где-где-где животновод спасибо можешь перенести я понимаю что хочешь идти там отдыхать или еще что-то делать мне плевать готовь нам нужна еда нам нужно отправить караван с квиной прям сто процентов я хочу в этом эпизоде отправить ее в какую-нибудь соседнюю деревню пусть она накормит всех поселенцев попробует завербовать кого-то все квина проснулась как делается караван мне кажется я с помощью караванов никогда не передвигался наверно нам нужно открыть мир я думаю сюда препар лендинг от немного не то экипировка гостей технология назначения приказы как подожди я я не помню действительно вообще не шучу абсолютно но у джок мини-мэп меню я не помню пожалуйста я помню как-то там типа а снарядить караван нормально квина пойдет вещи 5 и 3 пусть пять штук возьмем да если что она там купит еще пусть 6 возьмем что нибудь что дороже всего продается копье безумие однозначно надо продавать дубины из стали ножи все ты больше ничего не может нести чё подороже надо забирать тогда так чё у нас еще безумно дорогое есть пистолеты ручные пулеметы точно не будем продавать пистолет пулемет да можно продать 39 из 40 3-2 клетки в день там с десяток наверно дойти 15 может мы еще можем чем-нибудь на килограмм веса взять палка с бомбой рубашка бери рубашку 167 стоит вязаная шапка топор из дерева обломки дыма листы передовые медикаменты однозначно нет компоненты тоже нет футболку 40 можем взять еще одну вязаную шапку чё-то еще можем дыма листья не плевать наверно до построить маршрут сюда через врагов а если сюда отбортировать можно точки если сюда 10 дней в пути а сюда 8 и 8 но будет идти через поселение противников а это возможно будет летал поэтому мы выберем немного немного дольше маршрут на пару дней все это все что нужно сделать принять все и и квинас собирает весь этот мусор нормально а уфа проснется и не знаю будет будет работать над этой комнаты все квина отправилась давай девочка удачи я надеюсь что на нее не нападут какие пираты по пути так хочу тебе надо поменять теперь приоритеты будешь заниматься всем надзор на тюремчик не столь важно они там ничего не делают по сути на тюремчик основная иметь сестра чтобы он кормил поселенцев как у квина там дорога идет очень медленно очень медленно можно было надо было не убивать зубра и взять его и можно было перевести вообще весь мусор казуар сходит с ума дегол у меня все еще три капкана которые тебя ждут чё это все что можешь ну некоторое время побегает а потом умиротворение закончилось паранойя ника я согласен что я ужасная комната а у нас есть нормальная комната мы построим копии здесь и нику перевесем перенесем сюда я понял что медитируешь мне плевать по сути это будет новая для пленников комната это будет не для пленников и не для медицины отлично и теперь мы можем расширить кладовку я даже думаю что мы можем расширить до такой степени что прямо аж сюда я дверь хочу выбрать переставить сюда а здесь построить копия так ты будешь тебе надо кормить кого-нибудь отнести еду отнести еду разговаривать он немножко поднимет навык разговора просто как дропнул он очень плохое настроение соорудить крышу вот это важно ты меня не понял соорудить крышу везде здесь как у квина нам дела она все еще не продвинулась и она у нее еда испортится быстрее чем она дойдет она по пути добывает ягоды большая девочка я думаю она справится что-то мы вроде как забрали кучу хлама с собой а по сути ничего не забрали я смотрю все на месте вот и теперь у нас чуть побольше зоны мы наверное можем переставить эту кровать во вторую ну и как бы смысл мы ее переставим сюда я понял что тебе вообще постоянно надо медитировать давай ты перенесешь кровать у нас еще расширится область потом ты отнесешь еду отнесешь сюда еду и почистишь эту комнату мало пищи конечно все сожрали понимаешь поэтому мне надо будет чтобы последовать и срубил кусты или может убить этого казуара да наверно можно убить просто казуара и добыть чуть-чуть мясо не 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 пока нет времени спать понимаешь нам нужно готовить пищу нужно лечение кому а это ты можешь там полечи себя пожалуйста ты вообще двигаешься но я сейчас закончится еда вес станет полегче она немного быстрее будет передвигаться но и были обходят горы тем не менее лишь шарит ей бы с собой надо было еще этот сделать спальный мешок потому что она получит дебаф от путешествия без спального мешка еще была бы неплохая идея вообще по-другому расположить вариант с тюрьмой установить там дозатор для еды и пусть они типа жрут дозатор и не надо ходить их кормить пока да это плохое настроение но все равно 5 5 очков минус нужен менеджер не нужен мы можем дозатор пищу установить как-нибудь с этой стороны и вот эти две комнаты сделать тюремными а это не тюремный будет например дозатор почему он не может этот кусок стены срубить добыть да наверно можно перераспределить комнаты здесь и сделать им дозатор а дозатор должен находиться все равно частично в холодильнике квина как у тебя дела ты отдыхаешь отдых 0 человек спальных мешках у нее нет спальных мешков ли паранойя сами опять их нужно разделить по разным комнатам хочу у нас электроэнергии мешает дерево спасибо сруби так подожди сруби дерево я тебе говорю мы сейчас без электроэнергии не очень хорошо время проводим и пока пусть будет так будет отдельно комната чтобы они меньше нам дурили все равно будут так чем можно еще полезного тебя попросить можно переставить на работы на я пусть стоит здесь не хочу еще заниматься суть то все равно две ячейки тип на две ячейки у нас есть мрамор еще 302 здесь застроена я бы хотел чтобы ты вырубил вот эти куски и вот этот кусок и потом здесь начал строить стену он будет постоянно шли медитации свою бога и заниматься это просто от какой-то сейчас он сделает амбразуры это будет офигенная тема у нас должно хватить ресурсов до опять плохое настроение у у нас есть дыма лист иди выкури косяк сейчас мне надо чтоб ты продолжал заниматься почему у тебя настроение так почему тебя голодание господи как же с ними сложно все иди занимайся он немного медленнее будет от этого работы но как бы плевать чё опять те мешает и перед тем как пойдешь спать сруби бамбук все иди спать сонная болезнь сонная болезнь опять сонная болезнь за что лечи себя 37 процентов мешается цирка блять что это так почему здесь вырастает то постоянно о чёрт уфа серьезно сонная болезнь ты чё гонишь охренеть сонная болезнь блять мы потеряли уже опиона от этого если умрет уфа это просто гг вообще иммунитет один процент сонная болезнь 1617 пока проигрывает пока иммунитет хуже вырабатывается мне нужно чтоб ты использовал на себе самые лучшие медикаменты возможно тогда у тебя есть шанс в принципе у него уровень то лечение уже достаточно высок он уже 6 он же любитель может лечить себя неплохо ох господи построим здесь еще одну лампочку у квины тоже ужасное настроение сейчас она там без спальных мешков спит на земле и вообще плохо время проводят нужно у тебя выбора нет ты уже начала мы можем вернуть обратно два с половиной еды это два с половиной дня до дней она может что-нибудь типа выбросить блин она не несет ничего важного она кстати копье даже не забрала юзлис на какой-то пусть возвращается обратно это без вариантов это встретил другой тракт вот это то что надо вот это то что надо забирайте копье у меня копье было все таки мне показалось его не было там возьми три простых блюда себе два хватит когнитивный симулятор телескоп пламенный телевизор они ничего особо не хотят возьми еще еды плевать и серебра и все иди домой почему полить она перевешена я не знаю что выбросить сколько весит два с половиной килограмма ты можешь вы выкинуть как выкинуть надо было буйвола не убивать или як или как в этом звали чё это изгнать я хочу чтобы она просто выкинула пистолет пулемет придется избавиться от некоторых вещей вкладка груз вот она еще а вот здесь все ну все и иди домой кому нужны лечения вылечил господи какое еще затмение а ну плевать на затмение на самом деле болезнь сонная болезнь у кого вы чё блять гоните уфа это лечить у кого еще у нее тоже сонная болезнь и у нее тоже сонная болезнь охренеть вы чё гоните что ли восемь с половиной процентов двадцать один рэнди чё за говно это ад вообще но можно собрать да давай ешь собирая и готовь просто охренеть у тебя есть еда там ты голоден да отнеси еду ему прямо сейчас блять сыт из тоже на нуле вы чё гоните мне не надо вотчинг призонерс ох ты чёрт как все сложно стало в один момент вообще я могу просто их дропнуть вырезать у них органы и нормально все будет а ты можешь отнести почему он не может отнести еду я боюсь что уфа сдохнет из-за сонной болезни потому что ему приходится одному все тащить на себе но десять десять пока здесь явно гибель здесь еще есть шанс пока уфа хернёй занимаешься со своим вот этим вот медитированием конченным это прям вообще ненужный мусор я тебе точно скажу и уфа не хочет собирать рис потому что видите ли у него плохое настроение поэтому он будет медитировать говна там вообще своего сэми умерла это прям однозначно я могу него вырезать желудок не похоже все еще 15 дней в его охереть ты идешь ты отдыхаешь на два с половиной дня еще будет идти мне кажется сейчас припадок будет у уфа из-за того что он там пыхает слишком много нужно лечение кому кому лечение нужно ничего тебе не нужно у тебя нормально все а вообще срок истекает через два часа а кишечные черви полтора дня а чё надо-то а ты же не можешь еще себя лечить они уже может лечить тогда прям час в чем дело кто-то сдох не что звук был сэми умерла плевать вообще 41 процент уфы есть шанс еще у баррой есть шанс по моему да у нее еще и шанс если ее не кормить она тоже очень быстро сдохнет о чем ну у нее сытость вообще никакая ты чё гонишь я тебе говорю ты посмотри какой пидор сказал собирать мне плевать на твое плохое настроение ты единственно остался на ком вообще поселение держится зачем ты блюешь на рис который ты только что собрал ты что конченый это просто кошмар как это как же тяжело с ним хватит блевать повсюду болезнь грипп ты чё гонишь ладно грипп грипп легкий наверное ну написано грипп легкий 21 процент но тем не менее с безумной скоростью набирает обороты мне плевать если умрут кто-то из этих бомжей плевать на ника на баррой плевать сколько бы ресурсов в них не было вложено мне плевать я не хотел бы чтоб умерли мои поселенцы и это я вам точно говорю и вот мне будет очень грустно если уфа погибнет но пока чего него там качество лечения 41 иммунитет 17 процентов сонная болезнь 18 процентов а у него еще и грипп у него еще и грипп ко всему прочему красота с какого хер в плюс 30 вообще грипп заработали выше дебилы еще два дня этих вини уфа иди поешь наверно круто да медитировать в обрыганной комнате на вот это ты хорошо конечно придумал углубление над трупами еще у него крышак поехал ты чё ты чё шестишь и к вини еще больше полутора дни эти пусть глумится над трупами у тебя всего лишь заключенные от голода умирают никают труп однозначно ты посмотри на эту дебила че еще один труп притащишь маш где ее бредыны нет одного тебя хватает все 2121 от гриппа ему не очень хорошо ты все может успокоишься ты выкопал труп все давай просто недели вот эти вот вот этой дрочением самхождением ходит баррой и припадок из-за голода он че труп жрал только что овощ отбитый он умрет щас порез сонная болезнь был бы шанс ее похилить но к сожалению дебил ходят и не знаю трупы трахает и я даже не знаю чем он занимается лечить себя и просто ходит повсюду блеет 59 процентов себя он вылечил от сонной болезни а вот от гриппа он умрет скорее всего и этот от гриппа тоже умрет дядька и у нас еды нет вообще никакого у нас вся еда закончилась здесь наверно даже на на 4 порции не будет съешь рис хотя бы а и он их не по а ну у нас закончилась еда единственное блюдо которое здесь лежит он этого дурачка даже не покормил ты можешь его покормить капибара сходит с ума добрый вечер да плевать вообще на тебе сдох почему ты ее мусором кормишь у тебя лежит блюдо здесь а ну ты его сам съел молодец молодец капибара рип хранить перенести квина а у квины припадок прям на подходе до 0 6 дней осталось у нее припадок там апатия отлично отлично ветер заблокирован просто прекрасно замечательно ци ци почему ты ее не срубил вообще я же тебя просил а у тебя припадок был ты труп из могилы выкапывал точно я забыл как все внезапно пошло наперекосяк надо было не спешить с квиной не засылать ее в этот трейдится но видишь с другой стороны повезло что торговый караван на пути столкнулся но как бы отчетолку 10 дней все равно было потеряно там сколько 8 дней так сруби дерево займись разделыванием а чё у тебя а тебе нужно лечить грипп свой не лечи себя сперва а теперь разделами о хочет присоединиться к нам к сожалению ты умерла понимаешь ты умерла сон и болезни не ну почему нет мы тебя примем в колонию вообще без проблем просто без проблем хватит жрать мое мясо так здесь есть на кого походятся уфа иди сюда быстро ты можешь стрелять спасибо перенести 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 она истечет кровью пока он там ее таскает да перенести чего тебя там а умрет однозначно я могу я я поднял там на максимальный уровень лечения кстати квина почти вернулась сейчас уж придет и от сонной болезни умрет уфа потому что ему приходилось всеми этими делами заниматься без остановки так уфа разделывай спасибо готовь это важнее чем что бы ты там не хотел сделать караван прибыл у квина привет ты будешь в комнате где умер человек только что спать теперь как тебе такое ты вовремя пришла как раз сейчас еда будет готова так вина мне нужно чтобы ты засела эту область ты единственная кто не умрет пока лечить себя как у тебя там шанс лечения 38 ты можешь сделать это медицинской кроватью отдыхать лечить воодушевление торговое чутье просто прекрасно вовремя когда ты вернулась с каравана отлично просто замечательно какой шанс 50 процентов я думаю этого уже недостаточно разница в чем смотри сонная болезнь 40 процентов иммунитет 31 ну посмотрим посмотрим уфа 40 процентов иммунитет подожди иммунитет выработан а гриппа 52 60 процентов 60 процентов грипп и сонная болезнь 43 процента и 40 процентов иммунитета квина пожалуйста почисти эту комнату и вот это когда проснешься а чёрт я и я не могу дропнуть этот эпизод не узнав чем чем закончится эпопея с нашими персонажами 42 процента 33 иммунитет кстати быстрее набирается чем растет сонная болезнь может быть здесь еще есть шанс 41 45 45 и 42 здесь похуже и мне нужно чтоб квина ты собрала остатки листьев и перенесла ягоды просто замечательно где пожар плевать вообще пусть горит хоть синим пламенем все вообще плевать тем более дождь идет она сейчас все сама погаснет но идея неплохая конечно квина пора просыпаться и делать дела ты пока будешь идти уже все погаснет херни блять еще на земле поел ну дебил вообще кому нужно лечение давай какой процент давай хороший процент давай дядечка 22 говно кусок ты сдохнешь ты понимаешь если ты не будешь себя нормально лечить ты сдохнешь 3 с половиной процента ну это червей на них плевать о чёрт а чего у них сонная болезнь от того что у них хреновый график был потому что это просто случалось это не закон даже парных случаев это 4 раза случилось а а а 46 иммунитета и 74 68 а уфа иди готовь мне плевать что ты себя плохо чувствуешь на этом сонная болезнь у тебя грипп еще какая-то залупа а он умрет от гриппа а она умрет от сонной болезни и как бы все тут даже нечего гадать вариантов нет он уже одной ногой в могиле посмотри все он умер 79 на 71 если бы он еще себя нормально лечил так он лечит себя как говна кусок вообще не старается вообще не старается мы можем ему сделать наркоз 7 процентов ему нужно нагнать 8 процентов нет просто нереально ты может перестанешь в рыгачке медитировать дебил ты умрешь ты понимаешь 15 процентов все сдох умер умер может ему давайте удалим ему по приколу желудок все равно он умер однозначно я даже не хочу дожидаться и грустить потом из-за того что я так долго ждал он сдох от гриппа сейчас из-за удаленного желудка он не сможет ходить и все равно умрет а ты можешь ему залечить теперь раны то ты чё ты его накоцал он там крови истекает я не хочу никаких активных заданий мне плевать а кишечные черви так и остались при том что желудок у него удален вообще а может операция прошла безуспешно да желудок не удален а чёрт вот ты гонишь ты видишь у нее уровень лечения 2 на на 33 процента вылечил вас дебилов тем временем у тебя мега тяга к медицине седьмой уровень и ты два с половиной процента себя лечишь там три с половиной охереть он сдох от гриппа представляешь сдох от гриппа ты посмотри качество лечения 15 процентов ты что за босны не он себя может кстати сейчас полечить еще раз я все же верю что само лечение больше процент может дать с высоким навыком чем лечение со стороны он сейчас даже наверное вылечить себя не успеет умрет сколько там грипп 93 процента а у него еще головокружение 94 6 процентов ты заслужил умереть я тебе так скажу от гриппа представляешь она умрет от сонной болезни без вариантов какая жесть какая жесть какая жесть все сдох уфа давай оп умер истерика у баррой у тебя с какого хера истерика беспомощная жопа да мне не интересно что там делаешь вообще даже не за тобой смотрю мне интересно как уфа умрет все минус уфа я признаюсь честно я не вижу смысла дальше катать в этом поселении потому что ключевые персонажи погибли ну баррой и нет плевать квина сторонний наблюдатель который присоединился уфа умер и это грустно да я думаю достаточно ребят большое спасибо за то что влезли в эту небольшую серию прохождения rimworld если у вас есть желание увидеть новую серию с моим руководством напишите об этом в комментариях ну если нет у меня еще dark souls там висит который необходимо пройти в любом случае большое спасибо что просмотрели эту серию очень жаль что она закончилась огромным количеством болезней и смертью добавляйтесь в друзья не забудьте вступить в дискорд канал чтобы следить за обновлениями по поводу канала и наверное да еще раз огромное спасибо ребята всего вам хорошего и пока пока